Не знаю как вам, а мне приятно отдавать долги. Людей таких как я немного, но зато есть повод чем гордиться. Кстати, для желающих заработать на телевидении надо учитывать, что вам, к примеру, как и мне, по мелочам естественно, но рвя на себе рубашку порядочности задолжали и друзья детства, и чудаки-бизнесмены совокупно, и за 15 лет сумму, которую хватило бы на однокомнатную квартиру в Москве. Так что завистливые мои поклонники завидовать-то нечему. А те, кто желают жить безбедно, учитесь на физиков-ядерщиков и биохимиков. И даже не зная английский, работу в сытой Америке, Канаде, Австралии и Новой Зеландии найдете легко. Металлурги в любых ипостасях, и учителя, и наши медики уже, сори, никому не нужны. К сожалению, уже России не нужны, а Магнитогорску в особенности люди честные и чистые душой и сердцем. Хотя нужны они. Вот только делают они свою нужную работу на свои. Потому что энтузиазм и патриотизм у нас не в цене. Взять, к примеру, такую нужную работу по воспитанию молодежи. То, что я увидел своими глазами в этом лагере под открытым небом, меня вернуло на 30 лет назад. Тогда слово «Родина» произносилось чаще, чем «мама». Тогда рвались не в Москву, а на периферию. Тогда служить СССР было честью и смыслом жизни. Тогда милиционер и фельдшер на селе, в котором паслись стада ухоженных коров, был оплотом стабильности, закона и здоровья. Тогда в пионерских лагерях было находиться интереснее, чем тыкать стилусом в гаджеты. Тогда в космос или за зеркали можно было отправиться, просто закрыв глаза, слушая, как друзья читают интересную книгу. Нам сегодня интереснее, что ли, аэропорта смотреть о бредятине, о лесных пожарах и медицинской авиации. Или видеть, как из разгильдяев и беспризорников вырастают и делается нормальная молодежь, которая, наконец-таки, четко видит смысл жизни. Лично для себя выбираю последнее, а вы решайте сами. Вот такие люди и откопали изюминку Агаповского района, ныне уже разрушенный пионерский лагерь, в месте живописнейшем. И здесь, в палатках и под зорким оком Оренбургского казачества и партии «Единая Россия» дети забывают о мордобое, хамстве и хулиганстве. Здесь учатся военным навыкам, искусству выживать, готовить, работать и прежде всего головой. И даже побывав здесь час забываешь о сотовой связи, о компьютерах и кредитах. И это взрослый человек, а что, ребенок? Реальный инструктаж, водные, сектора обстрела, основные запасные огневые позиции, сигналы к атаке и отступлению. И все это вживую. И надо понимать, главное правило войны – не убить, а нейтрализовать и заставить отступить, либо сдаться. Потому как даже на войне человеческая жизнь и это уникальное чудо Господье берегут. Из навыков, которые пригодятся в жизни. Обычно это умение работать руками и любить природу. И это сплавы, и конные походы, и борьба, и фехтование, и скалолазание, и плавание. И как можно все это уложить в две недели? Непонятно. Но вы же знаете детей. Им всегда надо больше. Трудные подростки. Слово такое странное. По-моему, трудные люди. Родители, которые просто себя ответственно снимают. Оказывается, они совсем не трудные, они воодоренные. Ну, у нас уже давно такие на эту тему шутки ходят. Мы когда-то нас заставляли педагогов писать всякие журналы, наблюдать не за трудными подростками. А нам всегда было непонятно. Для нас они не трудные. Они для нас, ну, дети, которые, бывает, попали в трудную ситуацию, а взрослые как-то не рвутся их проблемы помочь решить. Им часто их проблемы и не надо решать. Им надо подсказать и помочь. Но у нас это как-то не всегда принято. Мы заняты своими взрослыми делами. Поэтому, если мы с детьми работаем, для нас они постепенно не становятся трудными. Приходят ершистые, приходят всякие. А потом, когда коллектив становится, вдруг выясняется, что все это нормальные ребята. Но жизнь к ним не всегда была повернута лицом в силу различных обстоятельств. Поэтому вот взрослые придумали этот термин «трудные подростки». Как часто ужасаемся мы от мыслей, какое поколение придет к нам на смену. И что делать с безысходностью. И проблема-то, по сути, в нас. Мы обленились вместе с мизерной, но стабильной зарплатой. Мы и жить-то, по сути, включая мозги, не хотим. Но вот они-то хотят. А нам делиться советом и жизненным опытом надо с детьми. Невозможно. Они нас перегонят, потому что мудрее станут. А энергии у них нам придется подзанять, чтобы запустить и свой разум, и жизненные часы.